Всем привет! Это 12 часть видео прохождения игры Jagged Alliance 2 1.13 с картами из мода Wildfire. В прошлом видео я собирался уже двинуть в сторону Драсина, но хорошо что у меня не хватило времени и закончилось оно и я вспомнил, что я чуть не забыл обокрасть шахту босса, забрать его деньги. Ну и вне видео я попроверял ближайшие клетки, оказывается вот в этой клетке и в этой клетке, хотя на карте не видно здание, но они там есть и также там есть кое-акие вещи. Поэтому в этом видео мы наверное зачистим эти две клетки, продадим все Тони и украдем деньги у босса. Причем кто в курсе, если вы обокрали босса спустя время зайдя в город на вас накинуться вышибалы или нет, мне кажется атакуют. Поэтому придется ходить подальше от Санмоны, ожидая пока все наемные убийцы от босса ко мне придут, просто хочется мне посмотреть какое оружие они нам принесут. Так, здесь кстати есть враги, даже хорошо не будет мирным эта часть видео, даже немного посражаемся. Так, высадимся как всегда за зданием, нет подождите как-то не вышло я хотел, ой, группой и поближе к зданию, опять не вышло. Как-то оно рисуется, да, вот так. Сразу есть элитник тут. Ох, это сложный вопрос, его нужно обязательно заход уничтожить, иначе, конечно, нам будет очень плохо. Так, Барри подождет, если что кинет гранату. Наш снайпер молодец, очень мне нравится эта мини, так как из нее можно сделать два четко прицельных выстрела. У других все не так просто. Так, Лиска далеко всадит своим же. Мы можем это исправить, попытаясь... А, здесь деревья, вот почему мы не могли высадиться туда, куда клацали, щелкали. Так, присядь. Еще и пристел на нашу голову. Это зря, ну ладно, нет так нет. Занимаем позиции. А там Барри будет отдуваться. Я надеюсь, он докинет туда гранаты. Что такое? Барри. А, вот. Попади только, я тебя прошу. Элитник очень опасен. Я даже еще одну гранату истрачу. Хотя, конечно, очень жалко их тратить. Дело в том, что в драсьте они не бы нам пригодились. Молодец, Барри. Как видите, гранатометчик самый меткий и результативный получается игрок обычно. О, кстати, очень хорошо у нас есть Айра. А у нее есть бинокль. Поэтому с этой стороны нам больше никто угрожать не сможет. Только я включу видение. А, я понял. Кусты мешают. И очень сильно, насколько мы видим. В таком случае Лиска подбирается и садится сразу за кустами. Насколько они мешают мне. Настолько не будет помогать, если я сяду в упор. Так. Ходы не остались. Кто там еще? Боб. Да, Боб ходов. А, может много пробежать. Ну ладно. Пробуем. Так. Да, не зря кинул две гранаты. Элитник еще пересел от дроби. Элитник ходов не имеет. Так. Видим мы еще одного вражеского воина. Придется опять Барри гранатами всех закидывать. Так как врага мы не видим. Ох, хорошо. Ну Лиска с дробовиком, конечно, вообще раздает. Где бы такой дробовик найти еще Бобу? Я рассказывал, у Бобу большая проблема. Так. Что же мне делать? Я не вижу. Не вижу врага, который тут залег. А он сейчас встанет. И навешает. Вижу, где... За этим кустом он, предположительно, может быть. Надо запомнить вот здесь. Камень этот самый на угол. Так. И туда опять же придется Барри метать гранату. Не нравится мне, конечно, что мы столько гранат теряем, но... Так. Он еще докинуть не хочет куда. А вот так. Точно. Точно то место, где мы видели белые игрушки. Да. Звук был. Так, Бобс, тебя толку все равно не будет. В таком случае иди. Вставай за спиной и... Смотри, чтобы нас не обошли. Кстати, в таком варианте мне, моим игрокам, нужно прятаться за стену. Иначе, когда нас будут обходить, он сразу же попадется. Так. Одного убили. Один ранен. Из дробовика стрелять нельзя. Я попаду в спину впереди стоящих своих. Просто постреляю в надежде, что враг немного потеряет в ходах. Ну, посмотрите, после гранаты две пули над головой. А кто это стреляет, что я его даже не вижу? Неужто сквозь стены кто-то пытается стрелять? Такое бывает? Ух, 213. Синяя картечь, это что-то с чем-то, вы видите. Двоих мы убили. А кто же нас стрелял? Кто это был? Я никого не вижу. Айра. Неужто обошли так? Вряд ли. Но в любом случае присядь. Слышишь? Наверное, все-таки стреляли из здания. Видно, нарисовано здание не... Как бы это сказать... Не полностью непроницаемое, когда стоим в какую-то щелку, враг наш видит что-то вроде этого. Потому что мы присели, он стрелять перестал. А, ходы не остановятся, потому что там увидели мой джип. И пару врагов там застряли. Да, так и есть. Так. В таком случае давайте попробуем... Айра изменить позицию. Попробую, как бы я ее заглянуть за угол. Посмотрим сюда. Никого. Сюда. Ну так уже лучше. Видите, мы видим. Видим, что творится. И, судя по всему, врагов тут нет. Ну, хорошо. В таком случае Лиска выдвигается за угол. И ей на помощь идет наш герой. Честь имею. Так. Лиска, пригнись. О, ранец потерял враг. Очень хорошо. Даже если мы его не будем носить. Ранец очень удобная вещь. Чтобы в него упаковать вещи и грузить джип. Так, кстати, Лиска, перезарядись. Не спеша. Подходим к углу здания. Так. Посмотри, пожалуйста, вниз. Никого не видишь. Так. Ну вот. Ближе подходить уже опасно. Получается, уже выглянем из-за здания. Ну ладно, попробуем. Просто нужно применить один маневр. именно выглянуть тоской и произвести выстрел, чтобы отвлечь. Кстати, никого не вижу. Посмотрите, и увидел сидящего возле автомобиля. Кстати, его можно попробовать оставить напоследок, если он после этого выстрела не решит бежать ко мне и попытаться его оглушить. Надо же, до сих пор мы никого не видим. Неужто все уже возле джипа сидят? Так, тут без аэра не обойтись. Сейчас я ее обойдем и будем вот так смотреть издалека, чтобы в нее не попали ни в коем случае, а на всех видео. Вот самое лучшее место для нее. Хотя ее могут обойти, нужно будет периодически заглядывать. Кстати, не очень хорошее место, не очень-то я вижу. почему не вижу, кстати. А вот, двое там, двоих убили и еще двое, да, всего четверо. Надо будет как-то убить вот этого и при этом не поранить автомобиль. у меня тут случайная связь. Там даже трое. пока четвертого не вижу. Давайте попробуем аккуратненько зайти в здание. У меня тут случайная связь. А, все, вот они, все четыре сидят возле автомобиля. Теперь нам нужно найти хорошее место, с которого мы сможем их спокойно расстрелять. для этого нам нужно поставить аэру, чтобы она они еще, видите, от автомобиля не отходят, но перемещаются так, чтобы прикрываться автомобилем. Так, вот так, хорошо. И наш снайпер будет пытаться попасть. Но опять же, я могу уничтожить свой автомобиль. Мне было лень времени его починить. Поэтому даже не знаю, что предпринять. Ну, давайте попробуем. Если я залягу, будут ли по тебе стрелять? Рискнем? Нет. Все заинтересованы. Да, большой шанс промазать все же и задеть автомобиль. Так, а у тебя такой же шанс промазать? Очень странно. вы знаете, если стрелять и не попадать по солдатам, попадать по автомобилю, то можно его уничтожить. А без автомобиля, конечно, я не боец. Пытаться лиской подбежать? Ну, давайте рискнем. Ох, повезло. Прекрасно. Вот, вот это хорошо. Вот это он правильно выдумал. Отбежал от автомобиля, которым он прикрывался. Не факт, конечно, что я попаду, зато я могу безопасно стрелять. Не вышло. Да сколько уже у тебя ходов? Так, но все равно он встал от автомобиля подальше. Так, нехорошо. Элита сорвалась с крючка, убежала вообще. Прекрасно. А мне очень хотелось бы Элиту раздеть. Посмотреть. Айра. Так, он может нас обижать. Лиска. Ага, не может. Лиска смотрит. Надо, наверное, даже на помощь еще кого-то. Того же Барри. Чем больше человек смотрит, тем больше шансов, что мы перехватим. Как мне объяснил Севен, каждый следующий зритель вашего перемещения уменьшает ваш шанс на перехват на единицу. Или каждые два на единицу, да? Так что нужно это учитывать. Так, попробуем тоской чего-нибудь добиться. Не видит. Не видит. А если я подойду, есть велик шанс, что там на перехвате стоит элита. Хотя он может просто спрятался и не отбегает от машины далеко. все равно не вижу. Придется идти в обход. Да. Побежали, обойдем по большой дуге. Много времени это будет забирать, но это самый безопасный способ. Как мне кажется. так, за угол заходим, а не забегаем. Что тут в сарае? Какая-то фигня лежит. По названию незнакомая. честь имею. Так, сейчас мы аккуратненько еще и рюкзак. Сейчас аккуратненько честь имею. Так, это по мне стреляет. Хотя опять же каким образом они меня видят. Вообще непонятно. ой, это меня обошли. Или вообще войска пришли на подмогу? Нет, двое. Ничего себе, эта элита за это время смогла меня обижать так, судя по тому, что пули летели за спины. Ох, ничего себе, искусственный интеллект, вы видели? Так, Айра, убегать тебе срочно. А, увидим, что он не видит. Она, кстати, была в очень хорошем месте, ее не было видно. ты спокойно можешь убежать. Он ходы потратил. Ничего себе, я пошел обходить врага, враг обошел меня, да еще и намного качественнее. Вот это да. Так. Здесь нужно что-то решать. Так как нам нужно да, элита пошла в эту сторону, поэтому надо аккуратненько все равно нас не перехватывает выбежать. И этот убежал куда-то? Или я просто не вижу? Да. Так, подождите. Это враг не видит. я его вижу, не очень. О, хорошо. Очень жалко мне попасть в автомобиль. Так, убегаю я, потому что там элитный боец двигается к нам. Так, Барри не перехватил, представьте. Вот это да. Если все эти элитные будут такие жесткие, я не знаю в самом деле что предпринять. Как с ними с такими сражаться. ну вот три бойца смотрят в эту сторону. Так, сколько тебе нужно на выстрел точнее? 50. Значит, я могу подойти на 18 могу, да? Да. Ну, попади, я тебя прошу. куда уже ближе. Есть. Так, теперь осталось только выдумать, как нам элитного бойца словить. Ну, вот так мы его и словим. Фух, силен бродяга. Так, ну что ж, у Лиски есть специально для таких случаев заряженный. Ну, кстати, там есть одна проблема. Насколько мне объяснили, не всегда враг сразу же среагирует на... вот сейчас произошла эта вещь. 32 так, кто может, Барри может, да? хотя бы оружие у него вырвать. Да, он пойдет рукопашку, я так понимаю. Так, подожди, вставай. Хватает. Ну, пытайся. Есть. Забрал Барри оружие. фигня какая непонятная у А-93. Но нужно было его сначала избить. В таком случае у Лежачего больше можно вещей забрать. А, Барри, ты же можешь еще и ударить, а можешь и убить. Что, попробовать рискнуть? Может, нож достать и устроить нам давайте выстрелим. Все равно не убью с первого раза, правильно? Даже в голову. А, в таком случае все-таки в голову. Отлично. Я надеюсь уже, да, не будешь ты столь шустрый. Так, что делать? Добивать? Ну, попробуй. Или красть? Попробуй. Айра, с тебя попало. Даже единицу проворности получила. Так, могу попытаться стрельнуть, но боюсь, что я кого-то из своих. В таком случае встаем и бежим к театру боевых действий. честь имею. Да. Нету сил у врага. Мы ему ходы все сбили. Так, как бы его не убить? Давайте будем пытаться убить Айра. Она самая слабая. Нам нужен не урон, нам нужно, чтобы он лег. Вот так. А Барри, самый сильный, попытается опять его обокрасть. Вот. Если он лежит, можно украсть у него все. Ничего Барри не украл, так как у него некуда красть. Или же они выпали? Да, кажется выпали. рюкзак украли даже. Красота. Так, и тут есть одна хитрость. Вот смотрите, я включаю бег и качается проворность, потому что враг нас вроде как видит, а мы бегаем у него на глазах. Так, Айра, попытайся ты что-то украсть. нож Рэмбо. А тут нечего красть, ну попробуй. А, бери все подряд, что украдешь, что украдешь. Нож Рэмбо украла. Ничего особенного. Кабар, вот тот нож, который у нашего главного героя лучше. Все, нечего там красть, придется ее добивать. Так, критично оставим. И займемся то, о чем я говорил. Бегать в пределах видимости, прокачивая проворность. Или мне кажется, или не растет. Я делал такое, точно помню. Так. Барри некуда красть. И тебе некуда. Всем некуда брать вещи. А вот Лиска может попытаться что-то украсть. Хотя там мы видели, ничего интересного уже нет. Но раз мы добились такого, да, позабирали все. И Айра пусть добивает наш основной боец. Да что же это такое? Ладно, зарежешь. Хотя я хотел еще бить кулаками. Все. Хорошо получилось. Так, почему тут опять все сместилось? Всегда после этого автомобиля все перемешивается. вот так. Ну идемте посмотрим что здесь в ящиках. Вдруг что-то интересное. А, кстати, оружие это с какими-то улучшениями мы стащили у элитного бойца. Бойца надо сохраниться. Если что-то вылетит, то видео остановится на этом. Все равно мы много выполнили. о здесь какая-то ловушка. Бомба ловушка. Определяй. Нету. Нету. Прекрасно. От ловушек прокачивается интеллект. Прокачивается очень сильно механика. И, кстати, интеллект прокачивается от того, что вы находите скрытые вещи. Вот рукой помните? Ищите. Я проверял. Дочнее, интеллект вырос в момент, когда я это делал. Поэтому нужно главным героем только заниматься так. Кстати, после бомбы лучше уже вот так делать. А то как бы я на свою голову не нашел приключений. Хотя, по идее, уже у меня уровень высокий и, видите, я определяю ловушки. Но если уровень ловушки будет сильно высокий, то я не увижу. Тем более, моя черта характера оптимист понижает шанс определить ловушку на единичку. Так, патроны. Аптечка. Хорошо, что она нам не понадобилась. Ну, давай быстрее. Казмастерский. Интересно, что это? Изолента пригодится для удлинителя. У нас уже есть один. Мы даже сделали оружие с ним, но толку большого нет. Просто, конечно, из него боб стреляет, а кому-то другому давать нет смысла, так как снайперские вещи лучше. Так, не могу я выбрать эту. маленькую. Не знаю, что это. Тумбочка, да? Полочка. Так, все. Рукой больше водить негде. О, получилось. Через контрол получилось. Но там ничего нет. Зря мучился, да? Да. Все. Занимаемся интерьем. Что мы тут нашли. Так, ох, нашли нормальный рюкзак, нашли такой рюкзак. Интересно, в чем их сила. Хотя, все это не важно, нужно как можно быстрее убрать, чтобы я успел сделать то, что запланировал. Подожди, где нож 21-30. Вот я покажу кабар. А, 20-30. А у этого 21. Не, нож рембо чуть-чуть лучше. В таком случае возьмем нож рембо. Так, аптечки мне не нужны. У меня есть. Так, шапка кевларовая. по-моему она лучше, вот такая каска, да? 4. Да, даже в плохом состоянии она лучше. Так, противогазы у меня у всех есть на продажу. Тротил нашли. Это хорошо, но мне нужно его вот здесь у меня в этом ранце. Вы не видели, это вне видео было. Я сделал уже некуда тротил ставить, а этот не склеивается. Плохо. Кстати, этот малис это будет еще один ранец, который будет в джипе, так как ранец не хороший, он забирает возможность носить обычный ранец, рюкзак точнее. Поэтому ничего в нем хорошего нету. так сейчас будем с патронами разбираться, поэтому нужно их всех выкинуть, чтобы они сгруппировались. вот так. Дротик сразу лиски зарядить. Кстати, он мог не вставать, из-за того, что я на следующий ход взял и уже подействовал транквилизатор. Я так понял, каждый ход пытается подействовать, но кстати, очень нехорошо, что он не стопроцентного действия. Я помню, даже по ванильной игре я очень сильно подставлялся. Очень сильно подставлялся. Выстрелил, думал, сейчас враг сляжет, все будет хорошо, а ему хоть быхны. Так, таска таскает с собой дымовухи. Тебе хватит. Одна есть в баре, одна у тоски, не нужно лишних носить. Так, что с патронами? Все не влезут, это точно. Так, касс мастерский. О, 12 калибр. А, дальность не какая-то, что-то вроде шотгана. В ближнем бою пользуется. Нет, только продавать. Кстати, что у нее за описание? А, под стволом. Еще и как отмычку. Ничего себе. Чуть не продал такую хорошую вещь. И куда ты под какой ствол можешь скорее всего под штурмовые. то есть под барри М16, да? Да. А нужно ли тебе? Так, подожди. А если я под коллаж Бобу? А, у него дальность никакая. Так что в принципе я поставлю, но смысла никакого. если уже ближний бой, пистолет будет главный. на дальних дистанциях, то я не смогу стрелять картечью, так как там очень ближнего боя эта штука. Так, а ты кто такой? Пистолет из переделанной М16. Ничего себе. Ничего себе. это пистолет с точностью 47, с дальностью 23. А он точно пистолет? Можно в две руки брать? Ого, какие вещи здесь есть в игре. С этим пистолетом я буду лучше стрелять, чем все, что есть здесь. И у него только пламя-гаситель. Так, идем к Лиске. Это конечно для Лиски. Что-то Лиска у нас стоит убер терминатором. Так, что ты можешь взять? Еще и прицел 2х сможет взять? Вообще. Так, в таком случае расставайся ты с пистолетом UCP. Так, ну, эта штучка мне кажется не подойдет. Да, очень жаль. У тебя что висит? Такой же прицел. Но зато он размерами видите. Крупный. Так, UCP кому-нибудь другому дадим. Потому что да, дальность благодаря так, о чем ты стреляешь то? 5,56 О, а обоймами то он стреляет крепкими. Большими имеется ввиду калибрами. 5,56 придется Лиске с собой носить его. Она так уже тут носит много. А, так, в каком случае нам уже не нужны пистолету обоймы это кузи. Так, и здесь конечно нужно еще один еще одна кобура для вот этой штуки. Так, все, это я уже сделаю вне видео. У меня здесь люди проснулись. Так, ну все, до свидания.